Один из дискуссионных тренингов – это «Разбираемся с эффектом пузырей». Вот у нас сценарий фиолетовый – это обозначение определенного типа тренинга. Настя, расскажи, пожалуйста, что мы обсуждаем в рамках этого занятия и чему учим. Этот тренинг посвящен эффекту информационных пузырей. Когда в вашем медиаполе образуется такой кокон информации, дальше которого вы не выглядываете. Все ваше информационное пространство становится приятным, безопасным, спокойным, но вы часто начинаете упускать что-то по-настоящему важное. На этот эффект работают умные ленты, умные алгоритмы социальных сетей. Они показывают только то, что вам может понравиться, и ни в коем случае не то, что может стать тревожным, стать шокирующим для вас информацией. И как раз с этим эффектом мы учимся работать, обращать его где-то себе на пользу, где-то пробивать как раз этот информационный пузырь и грамотно выстраивать свое медиаполе. Тренинг сам по себе довольно сложный для преподавателя. Дело в том, что раздаточных материалов, электронных материалов здесь по минимуму. Вы должны обсуждать с учениками, вести живой диалог и фиксировать идеи на фликчарте. Что у нас есть из раздатки? Во-первых, это вот такой вот рабочий лист, который вы разрежете на полоски. В каждую полоску участник тренинга вписывает один из своих каналов получения информации. Например, он пишет «Группы в социальных сетях, посвященные журналистике». Это один из каналов, который он получает регулярно. Затем все эти полоски каждый человек склеивает между собой, получает длинную ленту и смотрит, а может ли он действительно удержать в руках такой объем информации, может ли он его контролировать и управлять им. Следующее из раздатки, что мы вам покажем, это в квестбуке вот такой вот разворот «Мое инфополе». Инфополе. Здесь участники могут написать точно так же свои каналы информации и оценить, насколько сформировано их медиаполе, насколько качественную информацию они получают, нет ли в каких-то областях перебора, например, слишком много развлекательного контента в ущерб контенту профессиональному. И электронные материалы, которые мы предлагаем в папке – это обзор приложений для создания видеороликов. Мы считаем, что каждую тему нужно закреплять практически, и участники тренинга могли бы снять несложный видеоролик об эффекте информационных пузырей, например, с помощью видеоскрайбинга, стоп-мошена или записать, в принципе, стендап перед камерой, почему бы и нет. Интересно, вот «Медиаполе» мне очень-очень понравилось, и я сразу понимаю, что это не только для молодых актуально, но и для участников тренинга любого возраста, и, в принципе, для педагогов самих очень интересно такую диагностику провести. Есть ли какая-то польза от информационных пузырей, либо они только вредоносные? Нет, конечно, они не вредоносны. Если вы правильно формируете свое информационное пространство и вовремя удаляете уже ставшие неактуальными каналы и добавляете новые актуальные, вы как раз генерируете хорошее такое медиаполе. Это модель кураторства контента, когда кто-то тщательно отбирает информацию, и этим куратором может стать как сторонний для вас человек, которому вы доверяете. Например, как у нас сила медиа, вы можете читать наши социальные сети, наши сайты и доверять нашей информации. Либо с куратором контента можете стать вы сами, и, формируя грамотно свое медиаполе, делиться им с окружающими. По результатам каждого тренинга у нас участники заполняют страницу в квестбуке и получают наклейку успешного прохождения этого тренинга. И обязательно в квестбуке есть список задач, которые мы рекомендуем сделать, чтобы закрепить эффект. Что мы предлагаем сделать после тренинга, чтобы разобраться более глубоко с пузырями? Мое любимое задание – это составить карту медиаполя близкого вам человека. Иногда нам тяжело правильно проанализировать свои источники информации. И как раз делая эту работу для друга, для родственника, для просто хорошего знакомого, вы лучше понимаете, как это все работает. Ну, к тому же, еще одно из хороших заданий – это составить список фильмов и видеороликов, музыки и мемов, которые помогут понять ваши интересы. Это такой своеобразный срез медиаполя, которым вы можете поделиться в социальных сетях и, может быть, найти новых знакомых. У нас в одной из компаний, в которых я работала, был обязательный список. Нужно было составить список книг и фильмов, которые другой человек должен почитать, чтобы понять мои шутки. Мне кажется, что вот это очень полезная история, когда очень разнообразные источники информации, очень много контента вокруг, и люди находятся в разных вот этих пузырях, и чтобы общаться, им нужно понимать пузырь другого.